Валентин, скажи, ознакома ли тебе процедура сдачи крови? Знаешь, кровь я в своей жизни еще ни разу не сдавал, но в ближайшее время планирую это сделать. Тогда тебе будет полезна следующая информация. С понедельника в городе стартовала акция «Неделя донора» совместный проект Комитета по делам молодежи и МИАСской городской станции переливания крови. Затем, как сдают кровь МИАСские студенты, сегодня наблюдал наш корреспондент Игорь Каблуков. Александр, студент МИАСского автомеханического техникума, пришел на процедуру сдачи крови впервые. По собственному желанию, помочь людям. Что вообще можешь сказать о необходимости такой процедуры, как донорство? Надо сдавать кровь, чтобы людям помогать. Всем необходимо. Страшно первый раз? Да, есть много. Четвертый год подряд студенты МИАСских среднеспециальных и высших учебных заведений участвуют в «Неделе донора». В этом году акция может похвастаться большим числом участников. Ее нельзя назвать «Неделей донора». Заявок на сегодняшний день 170 человек. А нагрузка ежедневная 20-25 человек. И понимаете сами, да, если распределить, у нас вышло на две недели. Пока в числе лидеров, подавших наибольшее количество заявок на участие в акции, находится МИАСское медицинское училище. Как рассказывает главный врач МИАСского филиала станции переливания крови Елена Карабатова, такие акции еще раз показывают необходимость прохождения процедуры сдачи крови для каждого человека. Как вы знаете, что в 90-е годы, начало 2000-х годов была рецессия в развитии донорского движения. То есть был значительный спад количества доноров. В связи с этим уменьшалось количество заготавливаемой крови, компонентов крови, что, естественно, отражалось на здоровье больных людей. Поэтому сейчас крайне необходимы новые молодые кадры, донорские кадры. Проводить эту акцию Комитет по делам молодежи старается ежегодно весной и осенью. Но есть и исключительные случаи, в которых студенты и работающая молодежь отзывались на просьбу о помощи. Были такие случаи, когда мы сдавали кровь внепланово. Это была трагедия в Хромолошади, какие-то иные автокатастрофы и авиакатастрофы. На самом деле, когда станция переливания крови выходит на нас, мы всегда даем клич по всем учебным заведениям и всегда рады помочь. Ежегодно в МИАСе сдают кровь более 8 тысяч человек. Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя осмотр терапевтом и предварительное лабораторное исследование. При этом есть ряд противопоказаний к донорству, о которых можно узнать в МИАСской станции переливания крови. Акция по сдаче крови молодежи продлится до конца месяца. За это время здесь побывают представители техникумов, училищ, университетов, МИАСа, студенты и работающая молодежь. Игорь Каблуков, Виталий Писарев, программа «24 МИАС». Спасибо. Спасибо.